Привет, друзья! Мы сейчас в Буковилле, и это будет очень быстрый обзор отельчиков, в котором мы останавливались. Дело в том, что в прошлом году мы тут недалеко жили, отель назывался Запориска Сич, но я отдельно не снимал на него обзор. Это видео с этим отелем попало в общую сетку сравнения трех курортов и байкпарков Пилипец, Захар и Буковиль, собственно. И потом мне очень много и часто писали, а где вы останавливались, и как там это. И очень долго приходится отвечать, рассказывать, и не всегда на это есть силы и время, поэтому лучше отдельно такие вот видосики снимать, чтобы было проще сразу ссылочку сбросить, или чтобы вы могли загуглить и посмотреть, где здесь можно остановиться и какие условия. Мы остановились в этот раз в гостинице, которая называется Мардан. Цена на сегодняшний день, это будние дни, это конец июня, может быть какая-то акция, я не знаю. В общем, цена 57 долларов, где-то так, в общем, 1500 гривен. В эту цену включены завтраки и жилье, естественно, и здесь также есть бассейны и спа. Сейчас мы все это быстренько посмотрим, я скажу, какие плюсы, какие минусы, а вы для себя уже решите останавливаться здесь или нет. Ну и, конечно же, посмотрите цену на те даты, на которые вы хотели бы здесь остановиться, и еще раз в 10 хотели бы вы остановиться или нет. Я же скажу, что нам в этот раз, наверное, повезло, потому что нам очень здесь понравилось, и за эту цену это было очень неплохо. В отличие от отеля Запориска Сич, где мы были, там нам тоже очень понравилось, там было круто, тоже были завтраки, но у них не было как таковой своей территории, то есть вся своя территория была, это просто была парковка. Здесь совершенно другая картина, ну, во-первых, вы близко к подъемникам, вот отсюда мы видим магазин Extreme Style, я думаю, понимаете, что это за локация. Чуть-чуть ниже только спуститься. У нас здесь есть небольшой мини-зоопарк, там есть кролики, курочки, вот такая площадка, они там все бегают. Как вы понимаете, для детей это очень круто. Также здесь есть вот такая площадка баскетбольная, она футбольная, баскетбольная, есть кольца с сетками. Я здесь с удовольствием играл в баскетбол, пока не лопнул мяч. Но, я так понимаю, периодически здесь это происходит. В общем, мяч, если что, конечно, всегда лучше иметь свой с собой, но, тем не менее, я здесь хорошо еще успел даже и поиграть. Помимо этого, как вы видите, здесь большая парковка. Никаких проблем с паркоместами нет, никаких проблем с заездами тоже нет. Детская площадка есть внешне, есть внутри, вот внешне. Вот выглядит она вот так вот. Горочка, качельки, даже есть вот такая горочка, которая встроенная прямо вот сюда, вот прямо вот здесь вот. Также, как вы видите, есть вот такая вот терраса и есть ресторан. Вот эта терраса, она как бы не относится к ресторану. Вы можете отдельно взять свои там продукты, питье и прочее, просто вечером выйти. Там есть мангальная, в основном многие так и делали, и посидеть там отдохнуть. Также, как вы видите, есть такие качельки, есть вот такие деревянные качельки, есть фонтанчики. В общем, вот эта территория, она мне очень нравится, она очень красивая и тут приятно находиться. Также, как вы видите, вот это есть терраса ресторана. Вы можете прийти, заказать еду. Цены здесь средние, то есть ниже, чем в ресторанах. В принципе, здесь именно в гостиницах, внутри в отелях цены всегда будут немножко ниже в Буковеле, чем если где-то смотреть рестораны. Еда вполне нормальная, мы здесь иногда что-то кушали. Но, в принципе, завтраки были такие, что мы на целый день практически наедались только завтраком. Отдельно потом в конце про еду скажу. Я ее, к сожалению, не буду показывать, потому что мне не очень, ну, не по себе снимать еду, когда все кушают, как бы, но придется поверить мне, как всегда, на слово расскажу, как оно было. Как вы видите, здесь все довольно-таки красиво сделано. Глаз радует, качельки и играет музыка. Музыка здесь играет где-то до 9-10, то есть ночью она нам не мешала. Сейчас музыка играет более-менее приятно. Первый день была какая-то русская попса, было не очень приятно. Ну, вот я не знаю, почему люди иногда ее включают, но в целом, я так понимаю, что немногие люди это любят. Поэтому лучше всегда включайте лаунж или что-то такое нейтральное, для того, чтобы как можно больше захватить позитивных людей, чтобы, потому что, ну, вот русскую попсу, честно сказать, мало кто любит. Ну, зачем ее включают часто, тем более на карпатских курортах, я не понимаю. Но, тем не менее, здесь это было только один день, все остальное время вроде ок. Музыка Дальше мы проходим и здесь попадаем в бассейн. Вот такой у нас бассейн. Он не сильно огромный, но его вполне достаточно для того, чтобы покупаться, освежиться, поплюхкаться, когда на улице жарко. Ну, вот жарко примерно, как сегодня. Также отсюда прекрасные виды, очень хороший воздух, и это огромный плюс. А сразу с бассейна мы можем попасть сюда в спа. Я вам быстро покажу, что там. Здесь у нас находится спа, есть переодевалка, туалет, бассейн. Есть массажная, есть соляная комната, есть душевая, сауна римская, сауна финская и есть джакузи. Там сейчас люди не будут сильно туда уж внедряться. Но, в принципе, оно не то, чтобы сильно, прям огромное. Но все, оно плюс-минус работает. То есть, ну, как бы соляная комната точно работает. В общем, сауну иногда надо подождать, ее кечеву подохревают финскую. Джакузи тоже работает, горячая вода там. Бассейн этот теплый внутри. Поэтому очень классно, когда начинается дождь, погода какая-то плохая, то вот здесь вот прям хорошо. Также есть внутри детская комната вот такая. Здесь есть внутри тоже батут. И вот здесь вот находится, очень удобно, кстати, хочу заметить, вот детская комната, очень удобные диванчики. И тут еще вот есть, вот там вот прям стол. А, его уже убрали. В общем, есть стол, можете посидеть там, поработать, пока ребенок играется. Да, ребенок? Так, здесь у нас тренажерный зал. Здесь не сильно много тренажеров. Сейчас я включу свет. Беговая дорожка. Вот такая штука, зеркала. Можно постелить коврики, йогой позаниматься. Хотя лучше бы это на улице делать. И два велотренажера. Ну, примерно вот так. В принципе, типа спортзал есть. Пошли дальше. Вот такой здесь примерно холл. Там ресторан находится. Также здесь есть лифт. Здесь всего пять этажей. Мы живем на четвертом. Лифт есть. Это очень большой плюс. Конечно, часто его приходится ждать, потому что, ну, как бы, людей много. Лифт один. Тем не менее, все равно хорошо, что он есть. И сейчас покажем, что находится в номере и в коридоре. Вот такой примерно коридор. Вот здесь есть детские кроватки, если вам надо, вам ее доставят. Также всегда можно взять цветную бумагу. Здесь в коридоре есть большой холодильник. И заходим теперь в номер. Наш номер, скорее всего, какой-то самый бюджетный, который был. Но в целом он, конечно, довольно-таки, ну, как по мне, хорош. Здесь большая кровать, удобная матраса, все дела, подушки. Никаких с ними проблем не было. Телевизор, каналы, чайник. Единственное, что здесь не было какого-то кофе или пакетика чая или еще чего-то. Ну, обычно ездят здесь, здесь этого не было. Почему, не знаю. В общем, ну, типа такая мелочь, к которой мы привыкли. Холодильничек маленький вот такой вот есть, который очень сильно прям морозит. Чуть ли не до льда замораживает, но регулировать вы его не можете. Вот. Ну, у нас там нет этого крутилки. Тут такой большой шкаф. Собственно, санузел тоже большой. Унитаз. Вот это все здесь есть. Фен, все эти прелести. У нас было два всего полотенца. Вот этой штуки здесь подстелить не было. Тоже, казалось бы, мелочь, но могла бы сыграть важную роль. Я думаю, ну, стоило бы ее положить туда. Также полотенца менять вот было довольно-таки сложно. Мы просили. В общем, здесь вот с этим как бы чуть-чуть сложновато. То есть, люди, которые персонал, они очень отзывчивые, они очень хорошие. Но вот там по поводу полотенец, вот мы там просили, по-моему, пару раз. И так их приносили. В общем, как-то вот было с этим чуть-чуть сложновато. Вот с тем, чтобы все быстренько происходило. Знаете, вы не сильно не обращали на это внимания. Ну, с другой стороны, опять-таки, надо понимать, что возможно, ну, возможно, это такая небольшая там недоработка. А возможно, в будние дни не сильно все там делают активно. Тем не менее, у нас изначально были два полотенца, два халата для спа были. Также у вас из номера, ну, в частности, у нас вот такой вот вид на все эти прелести, которые тут внизу. То есть, вот мы отсюда можем увидеть парковку, поле, какие-то стройки там внизу, территорию. И вот подъемники. Тут очень красивые закаты. Также у нас есть балкон. Здесь в номере есть все розетки. Вот так, чтобы что-то было неудобно, я даже не вспомню. В принципе, здесь все удобно. Вот такой балкон. Стулья, это уже мы туда поставили. На балконе, когда вечером ребенок уже спит, можно очень прикольно посидеть, встретить закат. В общем, нам этого уже давно не хватало. Это здесь было, и это окей. Еще по минусам. В общем, по плюсам. Я давайте подведу теперь итоги. Сяду на вот это супер кресло. По плюсам. В эту стоимость, опять-таки, если брать эту стоимость, которая получилась у нас, 1500 гривен. Учитывая завтраки. Завтраки, опять-таки, были очень вкусные, очень объемные. То есть, это шведский стол. У вас яичница, просто яйцо, мясо, картошка, гречка, блинчики. Какие-то супер пироженки, сгущенка, всякие там молоко, хлопья. В общем, куча всего. И это все очень вкусно. Куча нарезок, там мясные, сырные, сосиски. Ну, в общем, много-много всего. У нас, в принципе, в этом путешествии везде завтраки были. Ну, прям огонь. Опять-таки, вспоминаю, если вот сравнивать Захар-Беркут. Мы там жили за 1500 гривен. Там был завтрак, ну, именно отель Захар-Беркут, который. Был завтрак очень скромный. Прямо настолько скромный, что, ну, сравнительно с этим, ну, вот так вот. И номер там был в 5 раз меньше, чем этот. Наш номер, в котором мы жили в Захаре, был в 5 раз меньше. Да, там есть дороже, называется уже не эконом, а стандарт, по-моему. И он вроде как больше, но вот то, где мы жили, это был вообще жесть. Вот, помимо этого, по плюсам в эту стоимость вы получаете огромный номер, шикарные условия. У вас есть бассейн внешний, бассейн внутри, футбольная, баскетбольная площадка. Это вообще детская площадка тоже внутри. Ну, в общем, все, что я показал, это офигенно. И мы всем этим пользовались. То есть мы здесь были 3 дня или 4. В общем, мы всем этим пользовались, причем регулярно. И это здорово. Ну, и теперь по минусам, которые очень маленькие, прям и незначительные, но они есть. И вот если их убрать, то было бы здорово. Ну, в общем, первый минус, который мы на него не попали, но, возможно, кто-то из вас попадет. Вот здесь, как и во Львове, вот не было кондиционера. Но мы понимаем, что, скорее всего, здесь просто не бывает, чтобы так жарко было, чтобы он вам в целом понадобился. То есть это в этом году такой аномальный был случай с 35 градусами. Но здесь нет кондиционера. У нас с этим проблем не возникло. Но если вдруг здесь будет прям очень жарко, и в этот момент сюда попадете, ну, кто его знает, может быть, возникнет проблема. Но здесь даже, когда солнце лупит, и днем все купаются в бассейне, в номере в целом все равно прохладно, и вечером прям мы надеваем кофты. То есть, ну, примерно вот так вот. Поэтому это такой маленький недостаток, на который мы не попали, но я решил вам на всякий случай это сказать. Второй момент. Второй момент заключается в том, что здесь есть вода в кулерах. Это хорошо. То есть в кулерах стоит на этаже вода, внизу вода. Здорово. Это вода, которая в кулере, и вы можете набрать, она очень невкусная. Она прям очень-очень невкусная. Я не знаю, опять-таки, это такая, казалось бы, мелочь. Ну, просто поменять там поставщика воды или, я не знаю, ну, как-то, ну, мелочь, да. То есть, ну, все понимают, что она невкусная. Но вот здесь вот такая вот фишка. Поэтому мы с собой взяли там пару ящиков моршинская, еще чего-то. В общем, пьем свою воду. И, ну, опять-таки, это очень даже мелочный момент. Ну, вот, он существует. Я решил о нем на всякий случай вам сказать. Третий момент. То, что не происходит, как я и сказал, вот так вот быстрый сервис, который вы не замечаете. То есть, грубо говоря, вот как привык я там в Египте, в Турции, еще где-то, ну, там зачастую. Ты там вышел погулять там, пошел покатался в байкпарк, еще куда-то. Возвращаешься, у тебя все убрано, полотенца все поменены. Также полотенца есть такие, чтобы ты внизу мог постелить, да, там, чтобы оно все мокрое не было, чтобы ты тряпкой не пользовался какой-то. И чтобы полотенца были и для тела, и для рук, да, допустим. Если вы с ребенком, то это неплохо, когда у вас есть полотенца еще и для тела, и для рук, чтобы было, ну, в общем, побольше полотенец. Здесь, опять-таки, выдали вот этих два полотенца, и то мы заселились, выдали нам их только в 9 вечера, и мы просили раза три где-то вот так вот это было. Вот, при том, что я же говорю, что персонал, он отзывчивый, он хороший и так далее. Ну, то есть, ну, знаете, какая-то вот, видно, заминка в целом в процессе происходит глобально. Вот, и это тоже, ну, это уже, наверное, не мелочь. Вот этот момент его сложнее исправить, то есть тут надо как-то провести какой-то, скорее всего, там, тимбилдинг, я не знаю, почему, с чем это связано, но, в общем, этот момент, конечно, будет сложнее исправить, чем вот эти вот приколы с водой и еще с чем-то там, но, тем не менее, если вдруг кто-то смотрит и кто владеет гостиничным бизнесом, я думаю, вам будет полезно обращать внимание на такие вот мелочи, которые могут, ну, неплохо так вот отыгрывать. Ну, и то, что нам здесь не понадобилось, но в целом, опять-таки, это такой бич практически каждого отеля, это сушилка для одежды, то есть у нас вот в номере, как тут банально на балконе часто, вот мы в Турции начали замечать, сейчас уже делают во многих отелях, типа, как такую веревочку, да, которую вы просто отодвинули и можете повесить себе, сушить белье. То есть надо понимать, что здесь спа, бассейн, вот эти все дела, то есть у вас постоянно одежда мокрая, ее нужно где-то сушить, и, то есть, ну, сушилка должна быть, мне кажется, в таких местах. Здесь ее или нет, или я ее не нашел. Ну, я сильно не искал, я тут вешал прямо на батарею, там, на стульчике, на балконе, но, в принципе, тоже такая маленькая мелочь, на которую можно обратить внимание. Ну, и, конечно, вот этот момент с чайником, то есть чайник есть, чашки есть, это все круто. Просто положить, я им никогда, честно говоря, не пользовался, но я привык, что оно лежит, и это, знаете, такой, как знак качества, когда просто лежит пару пакетиков кофе, пару пакетиков чая. Просто, ну, просто вот оно так лучше, когда оно есть, и это мелочь, на самом деле, как я говорю, этим зачастую никто не пользуется. Но то, что оно есть, и ты понимаешь, что если вдруг ты захочешь прям в номере, никуда не выходя, выпить чаю, то у тебя есть такая возможность. В общем, друзья, очень много текста получилось, надеюсь, это видео будет полезным, вы посмотрели территорию, и я теперь смогу спокойно сбрасывать вам ссылку и рекомендовать этот отель. Опять-таки, я его рекомендую, это лучший отель в Буковеле, по вот этим всем общим характеристикам, в котором мы были пока что. Мы тут всего были, правда, в 4 или 5 отелях, и этот надо отдать, конечно, ну, должен, он самый дорогой из этих всех отелей, потому что та же запарижская сича, она стоила в прошлом году 900 гривен, то есть, ну, разница как бы есть. Но, в целом, опять-таки, если сравнивать с Пилипцом, с Захаром, вот со всеми этими местами, там за эти же деньги вы не получите вообще ничего, живя в Захар-Беркуте или живя в Пилипец-Гранд-Отеле. Конечно, можно жить в частном секторе, но это совершенно другой расклад, то есть, и мы сейчас вот говорим про такой комфортный отдых именно отеля. То есть, частный сектор мы не рассматриваем. Если вы конкретно приехали только на каталку, то, конечно, можно жить даже в Буковеле, там за 300-400 гривен, где-то чуть-чуть повыше, подальше. Тут такие тоже есть варианты, но, опять-таки, как я уже говорил в раньше видео, Буковель – это не то место, куда стоит приезжать только на каталку. Сегодня, друзья, спасибо вам за просмотр и до скорых встреч! Продолжение следует...